Новости на Думская ТВ в прямом эфире о самых важных событиях этого дня. Корреспонденты нашей информационной службы и я, Олег Байдалюк. Здравствуйте. В начале выпуска главные новости. Коротко. Последствия ночного урагана в Кахозном переулке. Огромное дерево практически уничтожило микроавтобус. Под брендом государственной лотереей в Приморском районе работало казино. Авария на Одесской ТЭЦ обесточила часть города. Половина Одессы почти сутки оставалась без света. Серьезная авария произошла на ТЭЦ в результате непогоды. Как следствие, 165 вышедших из строя трансформаторных подстанций и два пожара. Подробности в следующем материале. Масштабная авария на Одесской ТЭЦ. Непогода почти на сутки лишила одесситов электричества. Света нету. Как с этим бороться, никто не знает. И все люди немножко, так скажем, в недоумении и выражают именно свое недовольство. Понятно, что аварии никто не застрахован. Могут они быть или не могут быть. Но информацию, я думаю, что сегодня должен получать каждый человек. Обесточенными оказались Слободка, Бугаевка, Дальние и Ближние Мельницы, Молдаванка и часть района при вокзальной площади. Всему виной – штормовой ветер и дождь, говорят в Одессу «Облэнерго». Громоотвод рухнул на сети электропередач. Произошло короткое замыкание. Из строя вышло 165 трансформаторных подстанций. Линии в районе ТЭЦ проходят двухцепная линия с Усатого, 110 кВт, и с ТЭЦ, которая по пути своим подает электроэнергию на три подстанции – ЗРС, Ленинская и Чумка. Вот эта конструкция повредила линии так, что погас один трансформатор на Чумке и полностью по два трансформатора на Ленинской и на ГРЭС. Одесса «Облэнерго» попыталась запитать центр города по другой схеме, но тщетно. Сразу на двух подстанциях вспыхнули пожары. В ликвидации аварии задействовали четыре бригады электриков и спецтехнику. Ксения Терзи, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Ночной ураган, разбушевавшийся прошлой ночью в Одессе, не обошелся без разрушительных последствий. Спасатели ГСЧ сообщают о падении как минимум пяти деревьев в центре города. Самый разрушительный инцидент произошел в колхозном переулке. Там старая акация буквально раздавила припаркованный рядом микроавтобус. Александр Тарасенко побывал на месте события. Как рассказал владелец микроавтобуса, обрушение дерева произошло примерно в два часа ночи. Был слышен жуткий треск, после чего дерево накренилось и обвалилось на микроавтобус и соседний сарай. Огромный ствол буквально смял припаркованную рядом газель. Ветки дерева повредили соседние строения и чудом не упали на жилой дом, который находится всего в нескольких метрах от места падения. Местные жители говорят, что эту акацию давно нужно было спилить. Так вы посмотрите на это дерево. Ее давно надо удалить. Давным-давно. Корень, смотрите, какие корни сухие. Здесь же дети еще. Тут дети ходят. Никто не обращает внимания на это. Владелец микроавтобуса говорит, что этот автомобиль был его единственным способом заработка. Сумму ущерба оценить сложно. Пока неизвестно, подлежит ли автомобиль восстановлению или его придется сдать на металлолом. Ну, где-то 3000 долларов примерно. Может, 3,5. Не знаю. Ну, он в хорошем состоянии. Рабочим был. Как ремонт двигателя, ходовой, там все было сделано. Кузово. На место прибыли сотрудники патрульной полиции. Вызвали следственную оперативную группу. Сейчас приедет, они зафиксируют это. Вызвали горзелентрест, МЧС. Они это дерево уберут. Это пошкоджение. То есть, это не ДТП. Это пошкоджение мына. Это занимается следственная оперативная группа. То есть, ну, видела полиция. Чтобы убрать рухнувшее дерево, потребуется помощь тяжелой техники. Ее обещают предоставить спасатели ГСЧС совместно с горзелентрестом. Владелец поврежденного авто решил подать в суд на коммунальные службы. Но в успех особо не верит. Судиться с зелентрестом или с жаком – это смысла нет. Просто убитые будут деньги и время. Просто надо искать новые деньги, новый кузов и ремонтировать машины. Деревья обрушились также на Новосельского, Успенской и Бунина. Но в этих случаях обошлось без серьезных последствий. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Майора полиции Константина Мчадлишвили перевели из Одессы в Киев. О том, что он больше не является начальником управления внутренней безопасности национальной полиции Украины в Одесской области, сообщает сайт Думская.нет. По словам Мчадлишвили, он получил должность в Центральном аппарате Департамента внутренней безопасности. Казино под прикрытием национальной лотереи. Правоохранительные органы совместно с депутатским корпусом городского совета накрыли нелегальное игорное заведение. На основании постановления Приморского суда изъята компьютерная техника для проведения следственно-оперативных мероприятий. Больше расскажет об этом Алла Есина. Окна зашторены, свет приглушен. В такой обстановке ежедневно одесситы проигрывали тысячи гривен. На пересечении улицы Семинарской и проспекта Шевченко функционировало казино. На вывеске написано лото. В самом помещении три игорных зала, где, по словам активистов, и осуществлялась незаконная деятельность. На основании постановления Приморского суда в данном помещении проводится обыск, изымается компьютерная техника, именно процессор компьютерный, для проведения дальнейшей экспертизы и установления, действительно ли проводился здесь игрный бизнес. Изъятое программное обеспечение будет проанализировано. Такое мини-казино, рассказывает депутат горсовета от партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко Владимир Ворещенко, ежемесячно приносит доход в 500-600 тысяч гривен. Без каких-либо отчислений в бюджет. Это первый результат. К сожалению, он может быть чуть-чуть затянулся. Хотелось бы быстрее, чтобы это все происходило. Но результат есть, результат положительный. Сегодня я результатом доволен. Я думаю, что остальные все вот эти незаконные точки мы прикроем совместно с полицией, совместно с нашим судом. Мы не допустим, чтобы одесситы оставляли свои деньги непонятно кому, и они отсидали в чужих карманах. Это старт совместной работы депутатского корпуса и национальной полиции. Но, отмечают активисты, процесс ликвидации незаконных игорных залов идет медленно. По словам Владимира Ворещенко, дневная касса одного нелегального мини-казино составляет 20-25 тысяч гривен. Представитель владельца заведения Евгений Иванченко с позиции правоохранителей категорически не согласен. Он заверяет, в игровых залах осуществлялась законная лицензированная лотерейная деятельность и обещает оспорить постановление суда. В определении суда написано, что тут идет какой-то игорный бизнес, и вот и все. А каких-то существенных веских юридически грамотных обоснований я в определении суда не увидел. То есть, наше дальнейшее действие – это, естественно, обжалование. В случае, если будет доказано, что под вывеской лотереи работало казино, владельцам грозит до трех лет лишения свободы. Алла Есина, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ Одесситы с инвалидностью требуют ввести в состав комитета доступности в мэрии своего представителя. Именно этот орган создает комфортные условия для людей с ограниченными физическими возможностями. Насколько наш город приспособлен для передвижения колясочников, инспекцию в центре города провела наша съемочная группа. При таком угле наклона пантуса здесь обязательно должен быть второй поручень. Его нет. Людям с инвалидностью в Одессе приходится преодолевать препятствия буквально на каждом шагу. Попасть в жилые дома, больницы и банки зачастую задача не из легких. Архитектурная доступность – это значительная часть безбарьерной среды для людей с особыми физическими потребностями. Сегодня мы проинспектируем центр города. По строительным нормам, если угол подъема пантуса выше 8 градусов, поручни должны быть с обеих сторон. Однако, как показывает практика, эти правила в центре Одессы практически не соблюдаются. Угол не соответствует нормам. То есть, в принципе, возможно было по такому пантусу заехать, но при наличии поручней. У людей с высоким поражением спинного мозга, у них слабые руки, плохо работают руки. У меня, слава богу, работают нормально руки, но вы видели, я не могу преодолеть это препятствие. Съезды с бордюра в центре города есть, но пользоваться ими инвалиды могут не всегда. Тут специально сделан съезд с тротуара и тут припаркована машина. Зачастую мы это видим, люди, которые передвигаются на колясках практически каждый день. Люди с инвалидностью требуют ввести в состав комитета доступности в Одесской мэрии своего представителя. Именно этот орган создает доступные условия для людей с ограниченными физическими возможностями. У человека должно быть как минимум понимание о том, как это делается, что необходимо сделать. Этот кандидат, он должен быть выдвиженцем от общественности с инвалидностью всего города. Они должны настолько доверять человеку, что этот человек будет не только болтать языком, закрывать глаза на какие-то там недолеты, но будет работать во благо. Проблема доступности для инвалидов глобальная. Город практически не приспособлен для передвижения людей с особыми потребностями. Сколько в Одессе зданий, оборудованных должным образом, загадка даже для чиновников. Ветераны Афганистана заявляют, схема получения жилья коррумпирована. Они намерены потребовать у городской власти обеспечить их, а также семьи погибших воинов, заслуженным жильем. Подробности далее. Многоэтажка 25-й Чапаевской дивизии. Здесь, под самой крышей, на чердаке, живет ветеран-афганец Николай Карауш. Чтобы попасть в помещение, где проживает Николай Кириллович, нужно пройти длинными, мрачными коридорами. Хозяин встречает нас с фонариком. Говорит, в темноте можно запросто спотыкнуться. Прошу, заходите, здесь порожек. Ветеран охотно принимает гостей. Звонка у вас нету? Нет, звонка у нас нету, есть домофон. Приветливый хозяин угощает нас чаем. Рассматривая фотографии, не сдерживает эмоций. Некоторых друзей, с которыми ходил в боевые походы, уже нет в живых. Нельзя смотреть такие фотографии без дрожи в волосе. Бывший военный стоит на квартирном учете 30 лет. Почти половину этого времени он живет в чердачном помещении. Ремонт помогли сделать боевые товарищи. Со временем обзавелся и техникой первой необходимости. От властей особой помощи нет. Мы вас туда не посылали. Все, решайте свои вопросы сами. Ну как я, допустим, могу решить квартирную проблему, если заработок сейчас у меня мизерный, будем говорить так. Как у всех. Я сейчас работаю слесарем, плюс пенсия, плюс пенсия жены. Вот все наши, как говорится, доходы. В Одесской области около 600 афганцев и родственников погибших воинов, которые состоят на квартирном учете. Многие из них – десятки лет. За последние годы жилье получила лишь одна семья. Это произошло в 2015 году в Измаильском районе Одесской области. Ветераны Афганистана уверены – схема получения жилья коррумпирована. Если бы распределение и выделение этого жилья проходило публично, прозрачно, по жилищному кодексу, наверное, не было бы таких нарушений. Но было договоренности. Потому что заходили к руководителям города и решали эти вопросы. Некоторым ребятам предлагалось и купить за некоторую сумму такое жилье. Впрочем, есть и множество других социальных проблем. Нет санаторного лечения, выплаты компенсации в городе и области разнятся. Свои требования ветераны Афганистана выдвинут мэрии. Юлия Долганюк, Алексей Мараховский, Думская ТВ. На улице Дальницкой провалилась часть дороги. На месте происшествия работали люди, которые отказались представляться. В мэрии комментировать ситуацию пока не готовы. Подробнее в сюжете Павла Репина. На Дальницкой образовался провал глубиной порядка 4 метров. Движение 21-го трамвая приостановлено. На месте неизвестные проводили исследования, но представиться не захотели. Цеповое управление, представьтесь, пожалуйста. Ну, хоть какие работы здесь провели. Я вам уже несколько раз объяснял. Обратитесь к кому хотите. Представиться рабочие не захотелись. На жилетках написано «Инфоксводоканал». Можем только предполагать, что это его сотрудники. В мэрии комментировать ситуацию пока отказываются. До окончательного выяснения всех причин. Предварительно зона образовавшихся пустот под проезжей частью, по информации наших источников, порядка 10 метров. Движение автотранспорта продолжилось в обычном режиме. Павел Репин, Виталий Прус, Думская ТВ. Движевое имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежал скандальному бизнесмену Сергею Курченко, передали госпредприятию «Укртранснефтепродукт». Такое постановление вонес Приморский суд города. Также было решено передать в управление госпредприятию нежилые здания энергоблока для комбинированного производства тепловой и электрической энергии, которые обеспечивают жизнедеятельность НПЗ. Часть этого имущества принадлежит компании «Энергия» и «Газ Украины». Напомню, 19 января 2016 года на все это имущество был наложен арест. А 25 числа этого же месяца госпредприятие обратилось в прокуратуру Одесской области с просьбой передать движимое имущество и объекты производственного обеспечения НПЗ на хранение. Одесский оперный театр приоткрыл завесу планов на 2016 год. Каждый месяц весны будет ознаменован новой постановкой. Уже в марте зрители ожидают премьера оперы Гаотана Даницетти «Любовный напиток». В апреле детского балета на музыку Карена Хачатуряна Чиполлина. А в мае оперы Генри Пёрсла, Дидона и Эней. Во время бархатного сезона театр представит уникальную концертную программу опер двойников. Помимо этого зрителям покажут три женские монооперы. Особое внимание уделят детскому репертуару, а также постановкам украинских композиторов. Это не совсем привычный стиль идущих спектаклей. Потому что так сложилось исторически, что основное большинство опер – итальянская опера. Но то, что у нас было на прошлом бархатном сезоне «Барочный концерт», он показал, что интерес есть к нему. Он очень успешно прошел. Это все новости на сегодня. Дальше информация от синоптиков. Если вы стали свидетелем резонансного события, непременно звоните в нашу редакцию 788-0075. Мы ждем ваших звонков. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»